Детский оздоровительный лагерь Орлёнок. Ммм, сколько в этом словочетании неправды оказывается. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Шевиля, и сегодня, как вы поняли, речь пойдёт об этом замечательном месте, которое я бы охарактеризовал простым словосочетанием. Это был пиздец, а не лагерь, но было охуенно. Там, кто мелкие были, с шести до девяти лет примерно, их старались ограничить, а этого пиздеца, который творился вокруг. Вот, Юр, тебе задание на период всего срока. Ой, пребывание в лагере, собирай фантики, и на последнем костре... Тёть, тёть, а кто это лежит на земле с бутылкой в руке? Ммм, это твой вожатый, он просто притомился и устал, всю ночь фантики для вас собирал. Вот, держи конфеточку, я сейчас. Ты дебил, вставай давай! А что, где? Скажу сразу спойлер, этот лагерь уже десять лет назад закрыли, и на то, поверьте, были реальные причины. Давайте всё-таки начнём со столовой. Говорили, что работники столовой получали даже меньше, чем вожатые. И представляете, что они нам готовили? Я помню только, что подготовка и пройденное расстояние до столовой занимало больше времени, чем сам обед в ней. Так, так, скоро жрать, блин, а то кушать так охота. Ну ты же знаешь, что опять дерьмо буду там давать. Лучше заварить дошик и не иди туда. Заткнись, может быть в этот раз всё нормально будет. Бринь. Пора всем жрать. На берегу большой реки стоит телега старая, колеса гнутые, А нам всё похую, мы ебанутые. Всё очень плохо. А знаете, почему всё так плохо было? Потому что только в этой столовой я узнал, что есть такое блюдо три в одном. То есть в одной тарелке был суп, котлета и на минуту, представьте, ещё голубец. Вы бы стали это есть. Лучше дошик заварить. Нет. Контроль всё-таки там был. За что они зарплату-то получали? Но он выглядел примерно вот так вот. Вы что, бухаете? Так нельзя. А ну быстро идите шишки собирать в наказание. А закусывать шишками можно? Вы что, дебилы что ли? Конечно можно. И будет вторая часть этого весёлого лагеря. Вы просто не представляете сколько там весёлых историй было. По большей части на последнем костре. А пока я сделаю голосовалку вверху. Лучше оставить анимации на этом канале и чередовать их с топами. Либо создать новый канал с другим форматом анимации. Вверху по аннотации голосуем. На этом всё. С вами был Шевиля. До новых встреч. Пока.